Открытие первой летней смены прошло в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка». Сюда приехали 150 мальчишек и девчонок. В этом году лагерь встретил детей обновленным. Прошел капитальный ремонт пищеблока, душевых. На сцене в актовом зале появился красивый занавес. Есть площадка, украшенная разноцветными зонтиками. В деревне Орлова проложили асфальтированную дорогу, по которой теперь ездят автобусы, привозящие детей на отдых. Торжественную линейку открытия первой летней смены провела начальник лагеря Наталья Стеканова. Она сообщила, что мальчишек и девчонок ждут спортивные и патриотические мероприятия. Мы все очень любим наш лагерь. И кто однажды у нас побывал, опять обязательно возвращается. То есть у нас 70% наших воспитанников, это которые ездят с года в год. И 30% это малыши, которые пополняют наш лагерь. Заботы о том, чтобы детям в лагере не просто понравилось, но чтобы время отдыха было еще наполнено и полезными занятиями, в первую очередь ложатся на воспитателей и вожатых. Они здесь тоже работают каждое лето и просто не мыслят себя без лесной сказки. У нас здесь обучение ребят начинается досугом, заканчивается реально крутыми делами, например, съемки фильма. То есть сейчас лагерь немножко отличается от того лагеря, что мы видели раньше, во времена пионерии. Сейчас у нас развиваются технологии, появляются в образовании какие-то новые инновации. Много планов, много целей, большая подготовка, много сил вложено руководство и коллектива лагеря, руководство нашего района. Мы хотим сделать максимально комфортные условия для отдыха детей. Ну а самим ребятам нравится приезжать сюда снова и снова. Многие из них даже не представляют себе лето без лесной сказки. Я тут самого пятого отряда, но с каждым годом мне все больше и больше здесь нравится. Они надоедают, с каждым годом что-то появляется новое, новые друзья. Первая смена в лесной сказке продлится три недели. Всего в рамках летней оздоровительной кампании в лагерях «Лесная сказка» и «Юн армеец» отдохнут более 1700 ребят. Андрей Циханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».